Ведущие терапевты страны расскажут о новых методах лечения наиболее распространенных заболеваний. В Якутске прошел первый день съезда терапевтов республики. В нем принимают участие признанные врачи Якутска, Москвы, Смоленска, Красноярска и других городов России. В рамках события проходят симпозиумы, лекции, школа и конкурс молодых терапевтов. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. Съезд терапевтов в Якутии проходит уже во второй раз. Впервые его провели в 2013 году. Тогда было решено встречаться каждые три года, чтобы подводить итоги работы по реализации пунктов финального документа предыдущего съезда. Та резолюция, которая была принята, она выполнена в полном объеме. Мы принимали о расширении, о внедрении реабилитационной помощи, о персонализированной медицине. И поэтому как бы та резолюция, те поставленные задачи первого съезда выполнены. В первый день съезда прошло пленарное заседание. На нем говорили о главных принципах работы современных терапевтов и новых методах клинической практики. Отметим, что в ходе съезда особое внимание обратят на наиболее распространенные в Якутии заболевания. Например, патология сердечно-сосудистой системы, патология дыхательной системы, органов пищеварения, раковые, предраковые состояния, питание. Мы должны все это обговорить и применительно нашим условиям, как это использовать, мы должны перейти к какому-то заключению. В событии принимают участие 23 ведущих специалистов Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов Дальнего Востока. Они подчеркивают, что для такого крупного и отдаленного региона, как Якутия, проведение подобного мероприятия в родных стенах особенно важно. Врачу, который очень здорово занят, особенно на уровне поликлиники, да и в стационарах работа огромная, врачу нередко не хватает времени сориентироваться в современных требованиях и в современных возможностях. И вот съезд как раз врачу предоставляет такую возможность. Как говорится, наука и новые достижения здравоохранения, зарубежные и отечественные, они, образно выражаясь, приехали сюда. По результатам двух дней работы сформируют итоговый документ, в который войдут новые, поставленные перед врачами задачи для реализации до следующего съезда. Организаторы надеются, что он станет новым этапом в осмыслении места и роли практической и научной терапии в интенсивно развивающейся сегодня медицине и здравоохранении.